добрый день зрители канала марина цветы я сняла предыдущее видео для вас о том как я реанимировала фиалочку которая пострадала у длительного неполива и сниженной температуры время достаточно ей будет для того чтобы восстановиться всеми методами которые я вам советовала и вот после того как я убрала листики с нижнего яруса сейчас стоит вопрос что же с ними делать они очень вялые у них нет тургора выбрасывать их или вот такой очень хороший сорт красивый можно попробовать реанимировать и черенковать да действительно фиалочка зумбарская или симполе боится перелива но когда растение находится длительно засушливом периоде она быстро восстанавливается для восстановления именно таких вялых листиков я использую дорогие друзья обычную воду и перекись водорода совсем немного надо воды буквально на пол сантиметра где-то для растения для листика для того чтобы она восстановилась несмотря на то что такой длинный черенок я оставляю его так как есть прищипнув листик ноготками это мы называем зеленые пальцы чтобы растение не загнивало когда вы секатором или ножничками режете часто они пропадают а если у вас выработана энергия так называемые зеленые пальцы лучше работаем ноготками и на стакан воды я добавляю одну чайную ложечку перекиси водорода перекись водорода это атомарный кислород он входит в реакцию с водой идет выделение активного кислорода атомарный кислород и такой раствор используется для восстановления реанимации всех растений и вот такие листики которые может быть вы выбросили мы с вами реанимируем с обычной перекисью я вот налила совсем немного водички на дно стаканчика и разместила вот такие увядшие черенки и вы посмотрите буквально за два-три дня листики восстановятся и мы можем уже потом начинать черенкование они будут упруги конечно такого большого черенка не надо оставлять надо оставлять где-то сантиметр и уже использовать его укоренение лучше сразу в грунте хотя есть у нас методы когда мы оставляем на укоренение вот так стаканчики в такой водичке и очень хорошо фиалочка дает укоренение и деток но сейчас я вам покажу еще метод укоренения на упругих листиках я буду использовать очень легкий грунт очень легкий грунт у меня он я его готовлю сама а вы можете купить для фиалок грунт идет определенной кислотности там добавлен агро перлит или вермикулит я точно также буду добавлять но я буду добавлять это называется пон это немецкий пон фирма лечуза посмотрите какие он нет цветные шарики и игру добавить агро перлит или вермикулит у меня есть видео в плейлисте плодородие почвы но для начинающих цветоводов я хочу порекомендовать отдать предпочтение вермикулиту помимо того что это вещество которое удерживает влагу она еще имеет макро и микроэлементы и очень медленно отдает растение в период вегетации я буду использовать немецкий пон это наподобие вермикулита только компания лечуза еще дополнительно обработала этот состав фосфором калием магнием даже по цвету вот этих вот ингредиентов видно что здесь находится макро и микроэлементы поэтому у меня есть возможность использовать небольшом количестве он тоже будет держать влагу и будет во время роста растений хорошо питать использовать можно маленькие стаканчики совсем маленькие стаканчики здесь буквально на 50 грамм это у меня уже использованные стаканчики забыла вам показать обязательно на дно добавляйте вот такой раскрошенный пенопласт здесь должен быть дырочка дренажа для того чтобы не было застой воды для фиалочек это очень опасно добавьте вот такой раскрошенный пенопласт и теперь вот такой вот легкий грунт с вермикулитом ну вот у меня споном и это вот хорошая смесь для укоренения синполи сейчас я найду листик которые упругие мы берем обычно мы с нижних ярусов берем листики листик должен быть упругие прищипываем ноготками под самый низ чтобы не оставалось пенечка чтобы не было угрозы грибковых заболеваний и дорогие друзья вот такой большой черенок стебелек мы оставляли раньше когда эксклюзивные сорта и листик давал детку мы опять прищипывали использовали этот листик второй раз но я думаю сейчас это не настолько актуально доступной синполи поэтому оставляем черенок где-то на сантиметр вы можете секатором острыми ножницами или лезвием обрезать стебелек я прищипываем всегда ногтями это проверено нет загнивания и очень хорошо укореняется и вот в грунт мы опускаем на сантиметр листик опускаем на кромку стаканчика потому что очень часто детка идет снизу листика ей мало света это некомфортно поэтому буквально под 45 градусов с упором вы размещаете в начале видео я вам сказала что я использую обычную водичку с добавлением на 200 грамм чайной ложечки перекиси водорода это будет способствовать укоренению регенерации клеток и очень хорошо но даже для дезинфекции грунта и чтобы не было загнивания полив водичкой совсем немножко сейчас водичка впитается потому что у меня грунт был абсолютно абсолютно сухой поэтому надо время на то чтобы он впитался вот водичка впиталась она пошла вот с дренажного отверстия это уже показатель что грунт хорошо пропитался и теперь дорогие друзья мы не выставляем ее на солнечный свет если вы в летний период черенкуете я черенкую это середина зимы у меня здесь находится фитолампа я вам сейчас покажу вот такая мультиспектровая фитолампа для комнатных растений она также очень хорошо помогает черенкованию но это все индивидуально если вы занимаетесь профессионально комнатными растениями вам очень хорошо приобрести фитолампы я о них рассказываю на своем канале в плейлисте аксессуары для сада и огорода потому что фиалки это тоже достаточно дорогостоящий материал и все фанаты которые хотят зарабатывать на этом конечно должны иметь профессиональную подсветку и вот теперь по нашим традициям цветовода вы желательно забыть за это растение на достаточно длительный период если это лето мы не держим на солнечной стороне окна должна быть такая легкая полутень если это зима но вот у меня под лампами будут стоять у вас просто на подоконнике но чтобы не было холода посмотрите я буду ставить стаканчик который повыше еще вот так вот кулечек не закрывая его и вот так оставив на подоконнике а можно даже развесить там где вам удобно чтобы они вам не мешали если у вас нет места даже вот так подвесив фиалочка должна в течение двух-трех недель у вас укоренится конечно периодически вы должны ее поливать увлажнять грунт такой кулечек такая тепличка проветривается создается парниковый эффект но нет загнивания и вот такое укоренение происходит очень быстро и легко тренируйтесь пробуйте после того как растение у вас прорастет пойдут у вас детки конечно вы с этого стаканчика доставать и чтобы было больше ультрафиолета и начинался фотосинтез для подкормки после появления уже настоящих листочков когда листик ну уже дал такую про растеница уже сформировалась очень хорошо проливать янтарной кислотой это сильнейший биостимулятор это подкормка всех растений фиалка быстрее войдет фазу цветения хорошо переносит зиму жаркие условия если это летом прохладные ну все критические ситуации используется одна таблеточка на 1 литр воды разбавляется в достаточно горячей воде и потом разбавляйте на 1 литр поливаете или вот так вот вы в поддон очень хорошо я снимала предыдущее видео внизу располагаем синтапон силикон любое такой абсорбирующий материал поливаете через поддон и фиалка очень хорошо трогается в рост это фиалочки у меня находится на реанимации это предыдущее видео только что я сняла для вас его поэтому сейчас идет разговор о листиках которые или выбрасывать или вы потренируетесь и все-таки их укорените и будете работать с цветочной так называемой энергии вот такие советы секреты на канале марина цветы подписывайтесь просматривайте все плейлисты о выращивании обычных и необычных растений и украшайте свой мир цветами